Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 сентября об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве Самарской области. Его провел глава региона Вячеслав Федорищев. В учреждениях проходит капремонт. В ряде объектов работы проведены некачественно. Есть угроза отставания по графику. Вячеслав Федорищев поручил в Рио первого вице-губернатора Михаилу Смирнову взять ситуацию на контроль. Также на совещании стало известно, что в Самарской области появится 20 новых учебных заведений. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев. Программа рассчитана на 5 лет. Глава региона дал поручение правительству в течение 2-3 недель вместе с главами определить первоочередные населенные пункты, в которых будут построены учреждения. В администрации города обсудили подготовку к новому учебному году. Все школы и детские сады проверены и приняты. Какие работы выполнены и какие нововведения появятся в образовательном процессе в этом году, расскажем далее. В городской системе функционирует 351 образовательное учреждение. В преддверии нового учебного года все объекты были проверены. В 106 школах, детских садах, центрах дополнительного образования провели работы по улучшению состояния учреждений. В том числе отремонтировали кровли, пищеблоки, спортзалы и прилегающие территории. На сегодняшний день все образовательные учреждения считаются принятыми к новому учебному году. Особое внимание уделили обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности. Испытаны все системы автоматической пожарной сигнализации, в некоторых учреждениях установлены новые. Проверена вентиляция, пожарные лестницы, огнетушители. В этом году школьников ждут два существенных изменения в образовательной программе. Предмет ОБЖ у нас заменяется предметом основы безопасности и защиты Родины. Он сокращенно называется ОБЗР. Мы оснастили девять образовательных учреждений полосами препятствий. Все девять этих учреждений, это большие школы, для того, чтобы данной полосой препятствий, сдачей нормативов на этой полосе препятствий в рамках проведения НВП внутри предмета обеспечения безопасности и защиты Родины, могли пользоваться на договорной основе соседние школы. Еще одно изменение этого года – возвращение предмета труды в образовательный процесс. В этом году мы в четыре школы полностью оснастили оборудование, все школы, где кабинеты технологии были сохранными. Там и кабинет обслуживающего с труда для девочек, и мастерская для мальчишек, слесарное столярное дело. В нескольких учебных заведениях школьники будут заниматься изучением беспилотников. Новый проект федеральный, беспилотные авиационные системы. В этом году у нас две школы участвуют, 24-я и 26-я. Подготовлена малая полетная зона, большая полетная зона. И ребята не только из этих школ, но и из соседних образовательных учреждений будут обучаться управлению беспилотниками. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки отчитался о работе за первое полугодие этого года. Отметим, что сегодня на учете в органах опеки состоит 4722 человека. Из них более 2000 – дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. 87% детей проживают в приемных семьях или у родственников. Количество детей-сирот за последние полгода в городе уменьшилось. Это связано с тем, что государством оказывается очень большое количество мер социальной поддержки гражданам. С января по июнь 20 человек из числа детей-сирот были обеспечены жильем. Также детям-сиротам и лицам из их числа оказываются дополнительные меры социальной поддержки в виде выплат. Единовременное пособие в этом году получили 50 выпускников школ. Выплатами на приобретение для обустройства жилья воспользовались 42 новосела. Профильный департамент, кроме того, обеспечивает предоставление единовременной соцвыплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве единоличной собственности ребенку без попечения родителей. В 2024 году планируется отремонтировать 12 квартир. Семь из них уже обновлены. О своей работе за первые полгода отчитался Департамент управления имуществом Самары. Важным направлением остается реализация программ по расселению аварийного жилого фонда. По словам руководителя департамента Александра Крючкова, с начала года 335 семей улучшили свои жилищные условия. 11 семей воспользовались госпрограммой региона развития жилищного строительства в Самарской области, а 324 семьи попали под действие программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В Самаре сегодня горел склад с лакокрасочными материалами на площади 1000 квадратных метров по адресу улица Грозненская, 35. С огнем боролись 80 человек на протяжении четырех часов. Содействие пожарным отрядам оказали городские власти, организовав быстрый подвоз воды. На месте происшествия работала и наша съемочная группа. В 11.21 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре. Очевидцы сообщили, что загорелся склад на Грозненской. Также были слышны хлопки. Прибывшие подразделения установили, что горит помещение с лакокрасочными материалами. Для тушения огня привлекли 80 человек и 25 единиц техники. Был дан повышенный ранг сложности пожара, номер два. По прибытию подразделения хлопки раздавались в течение часа. Предварительно внутри находились газовые баллоны и емкости с лакокрасочными продукциями. На место сразу выехала глава Самары Елена Лапушкина. Во взаимодействии с МЧС она координировала деятельность городских служб. В помощь пожарным было направлено 6 бойлеров с водой силами МП благоустройства и 4 бойлера ресурсоснабжающей организации. Дежурные диспетчерские службы оповещали жителей Волжского района, в частности Южного города и Куйбышевского района Самары, о сильном задымлении и призывали закрыть окна в домах. Через единую диспетчерскую службу прошло оповещение как района Куйбышевского, так и Волжского района ЕДС, чтобы жители были готовы к ситуации закрыть окна, потому что дым достаточно едкий, распространяется в соответствии с ветром и постоянно меняет направление. По предварительным данным служб, работающих на месте пожара на улице Грозненской, погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 13 часов 11 минут. После этого пожарные отряды продолжали проливать склад, чтобы не было угрозы новых возгораний. И после этого контролировали ситуацию до полной ликвидации пожара. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. Очередной гуманитарный груз направило правительство Самарской области в зону СВО. Это автомобили, средства наблюдения, разведки, беспилотники. Подробности в сюжете. Малогабаритные скоростные автомобили, средства наблюдения и ударные беспилотники. Все то, что сейчас необходимо фронту. Гуманитарный груз передало правительство Самарской области. Всего власти 63-го региона закупили 25 автомобилей Нива, 6 УАЗов. А фонд «Звезда и Лира» предоставил 100 беспилотников, которые ему передали неравнодушные жители региона. После посещения в Рио губернатором подразделений на фронте за ленточкой, многие командиры обратились с просьбой о поставке гуманитарной помощи. Соответственно, самое необходимое на фронте – это автомобили скоростные, малогабаритные. И, естественно, средства наблюдения, разведки и ударные беспилотники. Крупная техника является, в первую очередь, первостепенной мишенью для вражеских дронов, такие же, как FIPV, ударные по простому, камикадзе. А это машины скоростные, менее заметные и, соответственно, менее уязвимые. Груз передадут мотострелковому соединению общевойсковой армии и соединению спецназа Центрального военного округа, которые дислоцируются под Самарой. Это современные средства ведения разведки, дневной, ночной разведки. Очень эффективные помощники нашим подразделениям, нашим группам для определения целей и нанесения удара по этим целям. Новая техника будет доставлена в зону СВО через два дня. Виктория Шара и события. Герой России Максим Девятов назначен помощником главы региона Вячеслава Федорищева по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом стало известно на оперативном совещании. Глава города Елена Лапушкина поздравила работников Самарского резервуарного завода с юбилеем предприятия. Производству исполнилось 75 лет. Многие из сотрудников проживают в Куйбышевском районе, поэтому глава города также провела выездное совещание, чтобы ответить на вопросы заводчан. Обращения касались благоустройства дворов и территории этой части города, ремонта дорог, качества водоснабжения и оказания коммунальных услуг, транспортной доступности, предприятия отдельных микрорайонов. Подробнее в нашем сюжете. Самарский резервуарный завод в этом году отмечает юбилей – 75 лет. Одно из крупнейших предприятий Куйбышевского района города поздравила глава Самары Елена Лапушкина и во время торжественной церемонии наградила лучших специалистов производства, которые обеспечивают устойчивое развитие завода. Безусловно, ваши производственные успехи нас всех радуют. Но я пришла сказать вам спасибо и за то, что вы не только уделяете внимание своим производственным задачам, производственным успехам, вы остаетесь людьми крайне чуткими. Вы видите, что происходит в городе и в стране, и не остаетесь в стране. Приятную часть вечера удалось соединить с Полезной. Многие сотрудники предприятия – жители Куйбышевского района, поэтому глава Самары провела рабочее совещание с сотрудниками производства и ответила на вопросы заводчан. В первую очередь говорили о транспортной и пешеходной доступности предприятия. Жители попросили рассмотреть возможность сделать пешеходный переход у проходной. Его схема уже разработана. При поддержке предприятия в ближайшее время могут установить знаки. Особое внимание жителей уделили ремонту дорог, в частности, путепровода на улице Грозненской, который соединяет между собой несколько микрорайонов. Глава Самары рассказала, что благодаря решению руководителя региона Вячеслава Федорищева проезжую часть обновят. Нам правительство Самарской области дополнительно выделило деньги. Эти деньги доведены были в конце июля. Проходит процедура торгов, будет заключен контракт, и в сентябре месяце, в конце августа, в начале сентября мы зайдем на этот адрес и сделаем вам асфальт. Обсудили и работу общественного транспорта. Со следующего года все маршруты планируются перевести на контракты с оплатой транспортной работы. Данная модель предполагает поступление средств за конкретное количество рейсов, а также серьезные штрафные санкции в случае несоблюдения условий договора. Все это повлияет на обеспечение стабильной работы общественного транспорта. Руководитель губернии Вячеслав Андреевич поставил задачу перед городом разработать и дать свои предложения по дополнительным маршрутам, которые будут связывать между собой спальные районы, предприятия ОПК и другие учреждения. Вот по Куйбышевскому району мы разработали пять маршрутов, которые будут связывать и Сухую Самарку, и 113-й километр, и 116-й километр. Один из вопросов касался благоустройства микрорайона 113-й километр. Горожане хотят видеть свои дворы обновленными, чтобы они стали точками притяжения для жителей. Глава района напомнил о том, что можно подать заявку на участие в различных программах. Давайте предложение, в каком дворе мы еще будем двигаться, неважно по какому проекту, содействие, комфортная городская среда, инициативное бюджетирование. Просто приходите к нам, обозначим место, обозначим, что мы там хотим видеть, набор каких-то благ, и начнем двигаться. Также во время встречи жители обратили внимание на качество водоснабжения в Куйбышевском районе. Как пояснила глава Самары, для решения этого вопроса принят комплекс мер. Так завершается строительство двух водоводов, которые обеспечат мягкой волжской водой жителей данного района. Напомним, что подобные встречи с жителями проходят регулярно. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. С заботой о природе экоактивисты провели акцию в Красноглинском районе. Около 40 человек вышли на уборку территории возле пляжа. Сколько мусора собрали и почему волонтерам важно проводить такие встречи, расскажем далее. Пластик, стекло, забытые вещи – все это находят волонтеры, выезжая на природу с благородной миссией – очистить территорию от мусора, который оставляют отдыхающие. Олеся Хайрова часто участвует в экоакциях вместе с семьей. В этот раз приехала с другими активистами убрать территорию возле пляжа в Красноглинском районе Самары. Каждому надо начинать с себя. То есть, если ты начнешь, продолжат дети, видя твой пример, и таким образом больше людей заинтересуется, начнут наводить кто-то во дворе у себя, кто-то в парках, кто-то в ближайших территориях. И так потихоньку-потихоньку будет чистота в чистом городе, чистый воздух, чистое будущее. Уборка проходит в рамках Всероссийского экологического тура «Грин Драйв». Это акция, которую проводит Фонд поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Зеленая миссия». В течение всего лета специальные фургоны с инвентарем для уборки курсируют по разным городам России, чтобы предоставить жителям возможность внести свой вклад в поддержание чистоты родного региона. В акции участвуют более сотни городов. Мы все-таки придерживаемся такого плана, что сделай сам, покажи другому. Вот со мной сегодня на акции муж и дети. Для меня это важно, показать наглядный пример, что так тоже можно. Потому что я считаю, что ничего сложного нет выйти на два часа, убраться в свой город и, не знаю, создать вокруг себя красоту, потому что Самара чудесный край, на мой взгляд. Акцию эко-волонтеров поддержал Департамент городского хозяйства и экологии Самары. Вот у нас люди как бы любят отдыхать на природе, но за собой оставляют память. Память в виде мусора. Соответственно, мы сейчас данным движением пытаемся как бы не просто очистить территорию сегодня, а также как бы все-таки стараемся довести до населения, вот именно чтобы у них пробуждалась именно культура к природе. Все-таки тенденция на улучшение чувствуется. То, что когда определенную территорию мы приезжаем, уже намного чище, и уже люди все-таки видят, что как бы люди приезжают, за ним убирают. Соответственно, как-то у них пробуждается, скажем, совесть. В акции приняли участие около 40 волонтеров. Они убрали территорию площадью почти полтора гектара. Общий объем собранного мусора составил порядка двух с половиной кубометров. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. В Самаре подвели итоги второго хакатона «Креатив на Волге». Сто участников, 25 спикеров. Два дня на площадке работали лектории, мастер-классы. 20 команд трудились над своими проектами по четырем трекам, каждый из которых направлен на развитие городского пространства и туристической привлекательности Самары. Какие проекты стали победителями, кто и как оценивал идеи креативной молодежи, расскажем далее. Сто участников, 20 команд, 4 трека и много нестандартных решений. В течение двух дней на площадке хакатона «Креатив на Волге» команды готовили проекты и учились новому. Все те семинары, которые проходят, лекции, презентации, это большое количество материала информационного, которые все те, кто пришел на фестиваль, все, кто участвует в «Креатив на Волге», они его получат. И это, безусловно, шаг вперед, все уйдут с новыми знаниями. Победителем трека «Самарская идентичность» стал проект «Самара. Город широкой души». Широкая душа и любовь отдыхать и жить на широкую ногу. То есть оно как-то транслируется и в городском укладе, и в природном, и поэтому все это упаковали именно в такую концепцию. Команды-победители получили денежные призы. Правительство региона заинтересовано в дальнейшей реализации проектов. Наиболее яркие идеи, которые сегодня здесь прозвучат, получат какую-то поддержку, в том числе, возможно, это и финансовые, через различные гранты и субсидии. В планах организаторов хакатона выйти на федеральный уровень. Галина Топилина, Николай Епифанов, события. Проводили лето весело и со вкусом. В Самаре в этнопарке «Дружба народов» прошла арбузная вечеринка. Гости смогли поиграть в арбузный боулинг, сделать веер из бумаги и узнать особенности десяти народов мира. Ксения Баканова продолжит тему. Ну, 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 ну! Давай, давай, давай! Первый удар и сразу в цель. Анастасия Сидорова не раз играла в боулинг. Но в такой признается впервые. В руках вместо привычного мяча – полосатый арбуз. Задача – сбить все кегли. Играют и взрослые, и дети, но сильнее, конечно, и больше попаданий у мужчин. Мы привыкли за столом есть все-таки арбуз, а не катать его. А здесь можно и поиграть, и потом после игры даже покушать. От Анастасии не отстает и младший брат Никита. Рассказывает, с игрой в боулинг не был раньше знаком. Но организаторы сочли его за опытного игрока. Мне понравилось. Я с первого раза не смог, а уже со второго смог. Нужно, чтобы арбуз не покатился в сторону. Ну, нужно рассчитать силу и точность, чтобы он покатился именно туда, куда надо. Вот так весело и со вкусом в этапарке «Дружба народов» проводили уходящее лето. Для игры выбрали арбузы не случайно, ведь как раз в августе наступает сезон бахчевых. Как оказалось, это очень интересно, как это все принимает народ. Люди идут и прям радуются. Всему это моя, как счастлива. За каждую сбитую кеглю радуюсь за вас. Не все арбузы прошли испытания. Вот они, ветераны с самого утра на дорожке. Один стал мягкий, другой раскололся. Можно смело вставлять трубочку в мякоть и пить арбузный сок. Самые маленькие посетители научились делать яркие вееры из цветной бумаги в форме арбуза. Также работало 10 национальных подворий, где прошли экскурсии для всех желающих. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. 19 августа православные христиане отмечают один из самых светлых и радостных праздников – Яблочный Спас. Этот день символизирует не только окончание жатвы, но и радость, связанную с первым урожаем плодовых. Почему праздник называется Яблочным Спасом и какую духовную значимость он имеет для верующих, расскажем в сюжете. Яблочный Спас, также именуемый Преображением Господнем, имеет глубокие корни в православной традиции. В истории праздника лежит библейское событие – преображение Иисуса Христа на горе Фавор, когда Он явил Своим ученикам славу Божию. И этот праздник отнесен на осеннее время, на время созревания плодов и сбора урожая. Приносили начатки винограда. Виноград, как вы знаете, участвует в Евхаристии. То есть вино, которое получается из винограда, оно необходимое вещество, которое нужно для совершения службы. Это именно кровь Христова. Поэтому древние освящали этот момент приношения плодов. Но так как в России виноград созревает позже или вообще в некоторых властях его нету, поэтому освящают яблоки. На Яблочный Спас принято обмениваться плодами и молиться. В День Преображения Господня все верующие приходят в храм с утра к началу службы, участвуют на литургии, причащаются, а в конце литургии, как правило, выносится небольшой столик, на него складывают плоды, и священник читает молитву и освящает после литургии. Благодарение Господу за все дары, которые он нам, и яблоки, и сливы, и все, что дается, и выращивается людьми. Освящение это еще больше как бы соединяет небесное и земное. И поэтому для нас очень полный праздник, и мы радостью этой готовы делиться со всеми. Яблочный Спас – это время, наполненное не только духовными размышлениями, но и народными приметами. Например, существует поверье, что если в этот день угостить родных и друзей яблоками, то весь год будет удачным и счастливым. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. Принять участие в Самарском международном марафоне, который прошел в областной столице, приехали любители бега из 264 населенных пунктов 64 регионов России. Были и зарубежные гости. Любители бега могли попробовать свои силы в разных дистанциях и преодолеть Самарскую милю. Наша съемочная группа зарядилась соревновательным духом и прониклась атмосферой спортивного праздника. Владимир Поляков на соревнования приехал из Архангельска. Бегом занимается около 40 лет. Рассказывает, сейчас в отпуске, поэтому старается не пропускать ни одного масштабного забега. Участвовал в соревнованиях в Саранске, Пензе и Саратове. Вы классные, и я к вам приезжаю второй год подряд. И этот раз я показал результат лучше, чем показал в том году. В 62 года я выбежал из 12 минут. Возможно, я ничего не завоевал, но само участие в таком шикарном празднике, как у вас, второй раз подряд, это многого стоит, ребята. А вам спасибо. Я был в десятках городов, бегал. У вас один из лучших, если не лучший праздник. Великолепные люди, шикарные организаторы, все добрые, все улыбаются. Что может быть лучше для бегунов? А результат – это второстепенное дело. Принять участие в Самарском международном марафоне приехали любители бега из 264 населенных пунктов 64 регионов России. Были и зарубежные гости из семи стран, в том числе из Беларуси, Казахстана, Эстонии и Филиппин. Участникам предстояло преодолеть пять дистанций. Первая детская – 600 метров, корпоративная дистанция – 3 километра, дистанция для любителей бега – 10 километров и для профессионалов – 21 и 42 километра. Ксения Бокова приехала из Саранска и оказалась первой девушкой, прибежавшей к финишу на дистанции в 3 километра. Вот именно любители, в основном приезжая сюда, они могут насладиться вот этой атмосферой, когда выходят на дорожку, на шоссе именно с профессионалами. Временем я не полностью довольна, но это все равно говорит о том, что есть над чем работать. Дистанции для профессионалов – 21 и 42 километра – пролегали по очень красивому маршруту, по улице Максима Горького, через Хлебную площадь и по мосту через реку Самара. Так что бегуны могли не только испытать свои силы, но и насладиться видами. Самара у нас не только прекрасный город, с прекрасным туристическим потенциалом, но и с прекрасным спортивным потенциалом. Поэтому у нас есть национальный проект демографии, есть федеральный проект «Спорт нормы жизни», в формате которого мы должны ежегодно увеличивать количество жителей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. Желающие также пробежали Самарскую милю, дистанция которой составляет 1586 метров. Эта цифра символична – дата основания Самары. Виктория Шара и Николай Пифанов – события. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Если ты молод, полон идей и хочешь развиваться и развивать Самарскую область, эта информация для тебя. Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской сообщает, что сейчас идет отбор на включение в состав молодежного правительства Самарской области седьмого созыва. Это отличные старты для построения карьеры в государственных органах, развития управленческих навыков и возможности выдвигать инициативы от лица молодежи и для молодежи. Прием заявок на участие в конкурсе проходит до 31 августа. Подробнее по ссылке указаны в телеграм-канале администрации. В Самарской области открылась горячая линия для обращений граждан, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки. Теперь жители региона могут высказать свое мнение, проинформировать о проблеме или внести предложение, позвонив по телефону, указанному на экране. Те обращения будут зафиксированы и не останутся без ответа. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok